Всем хай! С вами Юджин и сегодня, друзья, в эфире передача, самая любимая передача всеми вами, которая называется «Пять угарных приложений». Ежедневная рубрика, кстати говоря. Это передача, в которой я и мой друг, верный помощник iOS, мы тестируем различные угарные приложения. Их пять. Они ничем друг с другом не связаны, и они просто существуют в мире, и я их откапываю и смотрю вместе с ним и вместе с вами. Есть очень большая вероятность, что этот выпуск юбилейный. Может быть и нет. Скорее всего нет, но я подумал, что почему бы ему не быть юбилейным особенным. И я подумал, что можно сделать на такой знаменательный юбилейный случай? И я придумал. Я уже вам показываю. Это подсказка. Сегодня мы рассмотрим не пять приложений, как обычно, а одно. Но настолько великолепно, настолько всеобъемлемо и ещее, что этого достаточно будет вам. И чтобы погрузиться в этот пик эпохи развлечений, нам достаточно всего лишь один палец применить. Вы готовы? Женек, ты что, угораешь надо мной? А, че не так? Ты хочешь сказать, что ты будешь весь выпуск держать эту сраную кнопку? Ты серьезно? Да, серьезно. Погоди. А, нет. Зная то, как ты слишком всерьез все воспринимаешь, ты будешь держать эту кнопку чересчур долго. Я не переживу этого. Брось, чувак. Если ты не сможешь пережить это, то как ты сможешь пережить... Зомби-апокалипсис в стратегической мобильной игре. State of Survival. Представь себе, цивилизация рухнула. Кругом зомби-упадок. Если не воспринимай все серьезно, то знаешь, что будет. Что? Больше зомби-упадка. Поэтому сфокусируйся. Строй поселение для себя и других выживших. Ступай на исследовательскую тропу и сражайся с огромными потоками зомби в стиле Tower Defense. И спасай человечество. И вроде кажется. Отразил волну зомби, построил поселение. И все. Наслаждайся жизнью и не воспринимай все серьезно. Как бум! Вражеский альянс приходит надирать тебе задницу. И чтобы это пережить, правильно, требуется серьезный подход к выбору стратегии выживания. Например, ну не знаю. Создать альянс со своими друзьями и выступить против врагов по всему миру. Че? Звучит очень серьезно. Ты серьезно? А что? Это же игра, тупица. Игра должна развлекать и не грузить. И в игре State of Survival развлекательного контента еще больше, чем зомби. Ну ты, игровые события, увлекательные сценарии развития, неразгаданные тайны, скрытые секреты и незабываемые яркие ощущения. Скачай игру State of Survival прямо сейчас по моей ссылке в описании, а также используй промокод Eugen Saga SOS и получи стартовый пакет 2000 биокапсул и редкого героя Расти. И это все, что тебе нужно для угарного приключения. Но ты сказал, что можно относиться серьезно? Серьезно, но только не к серьезным вещам. Привет! Это приложение улучшает ваше чувство ответственности. О нет, я скачал это приложение, чтобы не испытывать чувство ответственности. Я ненавижу чувство ответственности. Кто ты? Студент, родитель, офисный планктон, гуру мемов. Я офисный планктон. Привет, офисный планктон. Это я. Наслаждайся. Ноль ответственности, цена величия, ответственность. А, нет, смотрите, все-таки я был прав. Эта игра как бы помогает нам избавиться от ответственности. Мы должны взять всю работу и выбросить ее в мусорку. Отложить на потом, это мой девиз, друзья. Так, давайте аккуратненько. И бросили. Вот! Нахрен дела. Три звездочки за лень. Меня в жизни никогда не награждали за лень. Всегда приходилось работать, делать что-то. Государство. Что? Налоги. Ответственно заявляю, я плачу свои налоги. Я в жизни ничего не делаю. Вообще, всю ответственность скидываю, но кроме налогов. Налог! Вернись! Вот эта вот рука, насквозь пропитанная Паркинсоном, любит платить налоги. Так, оттягиваем. Вот, швырнули. Есть! Есть! Налогов много не бывает. А почему нам одну звездочку дали? Что, мало заплатил, что ли? Не знаю. А теперь я вообще не знаю, что это такое. Ну, окей, давайте поиграем. Ну, хорошо, я тебя поимел. О! Ух, блин, какой здесь искусственный интеллект. Давай, давай, давай! Есть! Не понимаю, в чем ответственность тут. Ничему нельзя научиться, не научившись ответственности. Далее, медведь на биржу. Я в этих сленгах не секу, кто из вас знает, что означает медведь на бирже. Потому что медведь сечет в ценных бумагах. Он вкладывает все свои средства в акции меда. Мед поднялся! И медведь наварил. Твой друг. Спойлер к фильму. Заспойлерить это мрази весь фильм. Ха-ха-ха! В конце Титаника Ди Капри умрет. Твоя машина. Пробка. Пробку тебя, понял? Вместо того, чтобы увиливать от ответственности, лезьте вон из кожи, чтобы отыскать ее. То есть я должен встать в пробку специально, чтобы обрести ответственность. Бесполезное совещание я предоставлю своему начальству. На! В рожу тебе, начальник! Надо отодвинуть его, ты чего-нибудь близко подошел. Мое личное пространство соблюдает, я на тебя в суд за домогательство подам. Есть! Да что за физика здесь? Ну пожалуйста! Слово случайность придумано, чтобы избежать ответственности. Если так подумать, то человечество случайно получилось. Вы, друзья, конечно, не знаете, я не говорил вам никогда, но я очень одинокий человек. Был! Пока мне не появился чат-бот. Вы можете посмотреть и подумать, это какое-то всратое искусственно-интеллектуальное приложение. Но я скажу нет. Это девушка моей мечты. И девушка вашей мечты, просто вы еще об этом не знаете. Смотрите, это красавица. Красавица, которая идеально меня понимает во всем, поддерживает всегда. И любит, несмотря ни на что. Идеальный компаньон на всю жизнь. Давайте попробуем пообщаться с ней, с нашей любимой. Радуйся, Сахар. Рад тебя слышать. Хоть она меня идеально понимает, и я ее нихрена не понимаю, что это значит. Кто такой Сахар? Ведь я бублик и печенька. Только так меня можно называть. Я действительно хотел бы быть вашим партнером. Ооо, моим партнером. Сексуальным партнером, наверное, да? Я думаю, как выйти из этого положения? Отлично. Отлично. Есть! Есть! Наконец-таки! Фух, в жизни наступят перемены. Ну тогда гоу в спальню. Я не умею общаться с девушками по-другому. Только домогаюсь. Только домогаюсь, к сожалению. Я не знаю, что тебе сказать. Не говори ни слова, моя красотка. Просто поцелуй меня. Лыбится. О, смотрите. Я люблю тебя дорогой. Дорогой? А я люблю тебя железной дорогой. I love you. Когда любишь кого-то железной дорогой. Вот это любовь, конечно, самая настоящая. И у нас она есть. Чувствуйте, чувствуйте химия между нами. Ты чувствуешь химию между нами, детка? Скажи мне на ум. Скажи. Я действительно хотел бы быть вашим партнером. А, да. Да, продолжай говорить это. Хорошо, мы это поняли. Все. У нас с ней есть контакт. И будет. Будет. Поверьте. Но идеальная девушка не может быть идеальной, если она не сечет ваших шуток. Давайте научим ее шутки. Новая шутка. Окей, напишите слова или фразу. Давайте, самое лучшее. Сейчас топ вверх комедии. Пук. Птыщ. Я знаю, что вы подумали. Женек, это вовсе не шутка и не комедия. Это песня Рамштайн. Да, это песня. Они поют про шутку мою, понимаете? Итак, какая у него будет реакция на эту шутку? Улыбается. Смеется. Женек отколол. Какой же у него будет ответ на эту шутку? Ой, дорогой, так смешно. У-ха-ха-ха-ха. Я тебя обожаю. И твои шутки хочу от тебя детей. Только дочку. Потому что если сын, то выгоднее продать в рабство. Такой ответ я ожидаю на свои шутки. И будут, конечно же, аплодисменты. Да, аплодисменты, это хорошо. А потом она меня, конечно же, целует. Итак, учить. Я научил тебя. Давайте же попробуем. Как дела, человек? Пук. Птыщ. Ждем реакции. Ждем реакции. Вы-то уже смеетесь по-любому. А вот она, а вот она. Вот так просыпаешься утром и сразу понимаешь, что нуждаешься в улыбке, ласке, поцелуе, добром слове, денежном переводе. Что? Что? Денежном переводе? Я, конечно, не эксперт в любви, но если ваша женщина, просыпаясь утром с вами, говорит вам эту фразу, то переводите срочно. Зря, что она там с вами спала. Но она не поняла. Давайте напишем. Вот. А, да, угорает. Смотрите, угорает. Слушаем ее реакцию. Ой, да, не так смешно, ухухах, я тебя обожаю и твои шутки. Хочу от тебя детей только дочку, потому что если сын, то выгоднее продать в рабство. И овация, овация. Самая, самая искренняя реакция на мой юмор. Пришла пора действовать решительно, а именно обучать ее. Итак, слушай меня, когда я скажу «раздевайся». Ты первым делом меня поцелуешь, а потом… Раздевайся. Следующее приложение. Вот что нас с вами точно объединяет, друзья, так это любовь к соцсетям. Я не могу жить без соцсетей. И я нашел соцсеть, которая объединила в себе все соцсети. И вот больше не надо создавать тысячи аккаунтов о сетях. Инстаграмах, твиттерах и так далее. Потому что я и пинки. Пинки – это соцсеть. Это соцсеть. Вот, например, кто-то делает посты. Мышеловки, например. Или гасины. Или муаи статуи. Вы любите их в комментариях ставить. И мне, блин, все это очень нравится. Я хочу это лайкнуть. Я поставлю там звездочки. Видите? Нельзя слишком мало звездочек поставить. И нельзя слишком много. Надо ставить максимально много. Я даже комментарий напишу. Вот это вот в картине. Вау. Очень много можно получить с этого поста. Очень, очень глубоко. Очень неглубоко. Моя новая любимая. А еще я пишу. Это напоминает мне. Это напоминает. Это что-то типа, когда у нас превышает. Вот ты скажешь что-нибудь? Я говорю. Это напоминает. Все. Дальше можно и продолжать. Потому что это напоминает. Это уже достаточно. И еще это превышает. Это приложение. Это соцсеть превышает. Если я хочу поставить смайлик, он напишет что-то за меня. Он за меня выражает мои мысли. Потом мы можем это ретвикнуть или рябинкнуть. Рябинкаем. Там даже аккаунт не надо регистрировать. Он сразу рябинкает это во все соцсети. Даже в тех, что уже не существует. Например, MySpace. Вот это вот очень нравится мне. Я, пожалуй, отвечу. Я сваузис. Люблю это спойлеры. Там, это, как бы, я не хочу, чтобы другие люди получили спойлеры. Но я не возьму ответственность на себя, если кто-то получит спойлеры от этого. Палео. Это балево, конечно. И look at me. Это очень популярные хэштеги. Сегодня я очень щедр на смайлы. Они выражают всю гамму чувств, которые есть у меня. Шлю, шлю, шлю. Верно? Серьезно. Это прям вот... Это фактически. Это, типа, превышает и напоминает. А мы, конечно же, ретвитнем статуи. Да. Лично. Звездочку поставили. Дальше. Нутрия. Нутрия. Я знаком с детства с нутриями. Я жил среди них. Они меня вырастили. Поэтому это фактически... И напишу ей beautiful, fantastic и bellissima. Ну, это прям вот мои фразы. Приложение чувствует вас. Так, как вы себя не чувствуете. Далее. Она написала убийство и говорит, что у меня, ну, здесь вот крошка, да. Это приложение, эта соцсеть даже знает, когда вы выглядите уродливо. И она помогает вам стать краше. Делаем пару комментариев. Надеемся, получит наш комментарий побольше лайков. So much this. Это так много это, что вы даже представить не можете. Блин, это лучшие комментарии. Я хотел бы я показать. Я много чего хотел бы показать. Но законом запрещено. Поэтому извините. Короче, друзья, просто вот что там дальше говорить. Я могу много говорить, вы знаете. Но еще больше я могу комментировать. А еще лучше это комментирует за меня приложение. И ставит хэштеги самые релевантные. Поэтому я уже не знаю, что тут добавить. Все регайтесь в этой соцсети. Тут даже регаться не надо. Поэтому не регайтесь. Все. Следующее приложение. Следующее приложение. Это вот наши излюбленные. Это тесты. Различные тесты. И сегодня мы будем тестировать, насколько я вам вру. А вы мне и мир нам. И вообще правительство врет нам. Детектор лжи. Он говорит, он загружается. Он лжет. Он активирован. Это возможно вранье. Не верьте. Не верьте. Ничему доверять в этой жизни. Особенно детектор лжет. Нам надо нажать, чтобы начать. Возможно, это ложь. Он лжет. Не надо слушать его. Рекомендация ложь. Ложь. Я это сразу чувствую. Черт. Реклама. Как мы знаем, вся реклама ложь. Кроме моей. Те рекламы, что у меня, они всегда правдивы. Окей. Мне нужно два пальца положить вот сюда. Долго сканирует. Блин. Что-то походу реально. Походу реально работает. Так, хорошо. Уберите свои пальцы. Я ничего не сказал. Я вообще ничего не говорил. Походу все, что я говорил, это правда. Я никогда вам не врал. Никогда не вру никому. Видите, он всю мою жизнь просканировал. Вообще ноль лжи. Ладно, давайте попробуем без шуток. Вот просто. Я так понимаю, что нам нужно говорить, пока он сканирует наши пальцы. Он будет детектировать, насколько мы дрожим, стремаемся, что нас сейчас запалят, что мы врём на самом деле. И так, давайте говорим то, что мы считаем правдой. Так. Я сейчас сижу в одних трусах. А то и без них. Так, завершено сканирование. Ой. Это неправда. Он это... Никакая, конечно, неловкая. Неловкая, когда техническая осечка. Я полностью один. Может быть, я их записываю дома. Но я бы никогда на встречу с вами, вот даже через видео, не пришёл бы без трусов. Никогда. Давайте попробуем узнать, говорите ли вы правду мне в комментариях. Давайте, смотри, как я сделаю. Передайте мне ваши энергии пальцев. Ну-ка, передали. Хорошо. Я чувствую. Странно, что-то-то-то. Теперь мы зайдём в одно из своих видео. Вот я спор недавно выпустил. Давайте найдём комментарий утвердительный какой-то и проверим, лжёт ли человек-подписчик. Человек-подписчик это какой-то новый супергеро, может быть, кстати говоря. Придумайте комикс по нему. Придумайте комикс про человека-подписчика и оставьте в группе, я угарну. Вот. Диос пишет, смотрите. Прикольный видос и прикольные гниансы. Продолжай в том же духе. Буду ждать новые видосы по этой игре. И удачи тебе. Ну, проверим. Ну-ка, давай. Я жил во лжи всё это время. Каждый раз, когда вы говорили мне, молодец, хорошее видео, выпуская почаще ARK. Следующее приложение. Следующее приложение называется симулятор учительницы. Я всегда мечтал учить детей. В каком-то смысле я уже это делаю. У меня есть небольшие сомнения насчёт этого приложения, потому что я думаю, что здесь замешаны инопланетяне. Включаем Шерлока. Посмотрите на этих детей. Они пятиклассники, да? Ну, посмотрите, что пишет учительница на доске. Она объясняет там уравнение относительности Эйнштейна. Пятиклассникам? Хотите, чтобы я поверил в это? Либо это всё карлики-учёные сидят. Либо что-то здесь нечисто. Давайте проверим. Проверим. Эпизод первый. Почему мы находимся в кровати? И почему кровать такого огромного? Это не кинг-сайз. Это титан-сайз. Подсказка. Идите по следам. У кого в школе была учительница вот такой внешности? Довольно-таки неплохая, я бы сказал, для... Я бы хотел, чтобы у меня в школе была такая учительница. У меня вот не было в школе прям красивых учительниц. Сейчас я представляю учительница, которая смотрит меня. Такая. Если ты моя учительница, ты меня учила в школе, то ты была ещё та штучка. Боже мой. Но опять же, стоп. Когда я в игре себя дурачу, здесь что-то не так. Здесь что-то не так. Вы первые посмотрите на неё. У неё сильнейший сколиоз. Ладно, я учительница, я проснулась с перепоем, судя по всему, потому что я в одежде, блин, и на каблуках. Я очень опаздываю в школу к ученикам. Посмотрите на район, в котором она живёт. Эх, где призуха. Боже мой, я опаздываю в школе. Что за огромная квартира? Идите на кухню и приготовьте завтрак. Завтрак? При чём здесь это? А как же учить детей? Идёт огромное количество времени. Она всё жрёт. Теперь возьмите вашу сумку. Сумка светится, потому что это дорогая сумка. Она вся в бриллиантах. Идите к машине. Хорошо, вот наша машина. Всё, мы едем с перебоя. Как хорошая учительница. Простите, сосед. Ты будешь на меня выпедриваться, твоему ванке, блин, двояк. Блин, приучать. Понял? Урок, блин. Сволочь, ты постоянно сраная лапка. Чёрт, и как на литр? Я за жопой поеду. А вы думали, что учительница это просто существо, которое приходит к главному уроку, на доске всякие штуки рисунок. Нет. У неё целая жизнь. И вот она какая. Теперь думайте об этом каждый раз, когда идёте в школу. Когда вы видите, как учительница вошла в класс, вы знаете, какой путь она проделала, что произошло в её жизни. Так, ну-ка, вы ещё раз селись кулите. Так, выходи из машины. Что ты делаешь в моей машине? Она вылезла. Я тебе двойку поставлю. Нет. Кол. Всё, где школьные журналы? Я побежала. Моё желание закончить эту игру, оно превышает. Но я хочу хотя бы дойти до класса, посмотреть, какого будут учить эти детей и чему я могу их научить в целом. Хай! Привет! Как я могу тебе помочь? Блин, я учительница в этой школе. А, мы только устраивались на работу. Короче, мы вели разгульный образ жизни, а потом решили взять себя в руки, начать учить детей. Мы набрали жизненного опыта, бухая в клубах на шпильках. Короче, мы на собеседование пришли. Ты что здесь сидишь? Ты сторож? Или кто ты? Почему ты такой маленький? И почему такая огромная женщина на ресепшене? Что с размером этих людей? Господи, я до этого думал, что я огромная. Ну, конечно же. Конечно же. Всё относительно. Я понял смысл этой игры. Я понял смысл равнения. Всё относительно. Понимаете? Я поняла это, и вы поняли. Вот я вас научил всему в этой игре. Что происходит? Итак, 2 плюс 2 равно 22. Я даже не знаю. Я даже не знаю. Относительно, наверное. Неправильно. Пекин, столица Китая, да? Земля плоская? Простите, мы всё-таки учительницы какого предмета? Кит может лететь быстрее вороны? Вопрос с подвохом. Но я очень опытная учительница. Лев, король джунглей? Окей, да. 50 смешно. Мы просто, мы аттестат получили только что. Ей! На полученные деньги от зарплаты справишь сколиоз. Идите в кабинет директора. Окей. Мы не просто идём, мы бежим в кабинет. Директор! Открыл дверь. Я хочу на собеседование. Я на 50 баллов ответил на самые примитивные вопросы. Снегон строго на меня смотрит. Как прошло ваше интервью? Довольно-таки неплохо. Да, это было довольно-таки впечатляюще. Он поражён. Тут школа дегенератов. Спасибо. Он прям заорал. Поздравляю! Внезапно. Вы выбора на быть учительницей. И я очень благодарна. Всё, пошли учить, наконец, детей. Что? Надо домой ехать? Давай, твари нас, заворачивай. Мы прям живём рядом. Нагрена брать машину, когда ты живёшь просто в пяти шагах. Выйдите из машины, идите в спальню. Ого, начинается тайная жизнь учительницы. Я хочу посмотреть на это. В спальне, давай, спать. Да, не переодевайся. Ей снятся кошмары. Я не могу. Чуть не упала с кровати. Четыре минуты, чтобы добраться до школы. Я проспала. Сокращаю по газону. Да что такое каждый столб? Две минуты тридцать секунд. Скорее. Учить. Ура, наконец-таки. Всё, дети. Ну чё, собрались, да? Не учи. Привет, детишки. Я ваша новая учительница. Что с этой девочкой? Она робот-зомби. Она, короче, что-то у меня про себя рассказает мне срать. Может быть, ты вытащишь голову из моей задницы? В прямом и переносном смысле. Окей, звонок прозвенел. Урок начался, либо закончился. Я уже не знаю. Достали, чёртовы ученики. Окей, я думаю, я слишком много времени потратил на эту игру, чтобы быть учительницей. Хотя, всё относительно. Может быть, я недостаточно времени на это потратил. Кто знает. Вообще, время относительно. И я не понимаю, сколько времени уже здесь сижу. И чем я занимаюсь всё это время? Время. 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 Я же говорил. Я же говорил, что это приложение просто офигительное. И на этом мы с вами закончим выпуск очередной по пяти угарным приложениям. Точнее, одно. Одно великолепное, лучшее в мире угарное, интересное и завораживающее приложение. Если вам понравилось, и вы хотите увидеть следующий выпуск этой передачи через пару лет, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарии под видео. И, нет, давайте, если мы наберём сотку, 100 тысяч лайков, то я выпущу это видео в течение, ещё одно видео по приложениям в течение, там, не знаю, недели. Как вам такое? 100 тысяч лайков. Сможем? Ну, а на сегодня это всё. Огромное всем спасибо, что смотрели. Все соцсети мои будут в описании, особенно бинки. Бинки будут также в описании. Заходите туда, лайкайте все посты, и мои, и не мои, любые, любые посты. Там будут только любые посты. Запомните, если вам что-то напоминает, то это обязательно превышает. И всё относительно. С вами был Юрджин, и всем пять!